В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. День молодежи в Рязани. От утренней зарядки до вручения наград рязанским активистам. Пожар в центре города. На этот раз сгорел дом около управления МВД. Дом без двора. О том, с чем приходится мириться людям в центре Рязани. Летний купальный сезон. Хватило ли мужества рязанцам уже нырнуть в воду? И в гостях у Центра помощи зависимым о том, как справиться с проблемой. 27 июня во всей России отмечают День молодежи. В честь этого в Рязани прошло масса мероприятий. На одном из них, который состоялся во Дворце молодежи, прошел торжественный вечер, на котором глава администрации города Олег Булеков вручил награды рязанским активистам. Подробности далее. Далее. На служащие делегации муниципальных образований Рязанской области. Именно вам строить, создавать, приумножать славные традиции нашего города, нашей области, нашей страны. И наша задача, задача власти сейчас вкладывать в вас. Потому что самые надежные инвестиции это в вас, в нашу молодежь. Дерзайте, старайтесь, ставьте самые несбыточные себе планы. Для гостей праздника выступили творческие коллективы Рязани и команды Высшей лиги Международного союза КВН «Русская дорога» и плюшки имени Ярослава Гашика. В рамках вечера в фойе Дворца молодежи были развернуты шесть тематических площадок, посвященных работе молодежных организаций в 2017 году, а также фото-выставка с отчетом о деятельности молодежных объединений. Ну а утро Всероссийского дня молодежи началось в Рязани с масштабной зарядки, которая состоялась на Площади Победы. В этом году традиционная акция, посвященная празднику молодых и активных, собрала более тысячи человек. 27 июня в День молодежи на Площади Победы прошла уже ставшая традиционной зарядкой собственными фитнес-тренерами. Около тысячи студентов из разных университетов города зарядились бодростью в это пасмурное утро. Вместе с молодыми людьми зарядку выполнила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Студенты из Рязанского государственного медицинского университета также приняли участие в акции. Все студенты нашего университета традиционно принимают участие в этой зарядке. Сегодня около пяти студентов нашего университета принимают в этой зарядке участие. Ну, зарядка – это заряд бодрости, заряд веселья, общение между студентами, между вузами. Кроме студентов к акции присоединились как совсем маленькие, так и взрослые горожане. Самые активные получали памятные призы от организаторов. Кроме выполнения упражнений, на зарядке провели конкурс на лучшие селфи, а также дали старт форумной кампании «Всем городом проводив рязанцев» на Всероссийский форум «Территория смыслов» на Клязьме. Все участники акции остались довольны. Я считаю, что зарядка – это очень полезно для здоровья и для объединения людей. На самом деле, это замечательное мероприятие. Очень рад, что попал сюда. Очень интересно, это познавательно, это круто. Общественно-спортивная акция «Большая зарядка на площади Победы» стала уже традицией. Собирает студентов-активистов всех рязанских вузов среди профессиональных учебных заведений, воспитанников спортивных школ, представителей молодежных общественных объединений. Присоединяются порой и те, что ратуют за здоровый образ жизни. Очередной пожар произошел в Рязани ночью с 26 на 27 июня. Под ударом оказался нежилой дом. Происшествие случилось на площади Мичурина рядом с управлением МВД. Для тушения огня на место выезжали 5 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Огонь уничтожил нежилой двухэтажный деревянный дом. Наш дом – это лицо губернатора. Эта надпись красовалась на фасаде аварийного дома, соседнего со сгоревшим этой ночью. Местные жители рассказывали, что в заброшенных постройках, где и произошло возгорание, часто собирается молодежь и злоупотребляет алкоголем. Рязанцы уже давно опасались, что рано или поздно подобное случится. На любительской видеосъемке видно всю территорию, охваченную огнем. На момент приезда пожарных расчетов пожар поразил весь дом и, к счастью, не успел перекинуться на соседнее жилое здание. В опасной близости от сгоревшей постройки стоит жилой дом. Именно его хозяева и стали свидетелями пожара. У супруга была дома, она мне на словах сказала, где-то в районе 1 часок вечера, ну ночью уже, в 12-м, он резко вспыхнул. Тут стали звонить, со всех сторон. Там звонили в их столу дома, тут позвонили где-то. Ну и у меня супруга бегала в управление, чтобы позвонили пожарно. Пожарно приехало быстро. Пожар. Опять старый деревянный дом. Опять ночью. Такие комментарии под фото и видео оставляют пользователи социальных сетей. Причины возгорания устанавливаются. Жители дома номер 63 на Первомайском проспекте остались без двора. Вместо детской площадки растут сорняки высотой с человека, а вместо лавочек лежат подстилки для бомжей. Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись жители. Какие секреты хранит красивый дом в центре города, выясняла Галина Ершова. Анатолию Есину 91 год. Он живет на Первомайском проспекте в доме номер 63 с момента его основания. Тогда получить квартиру почти в центре города было настоящим подарком. Здесь раньше была волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Зимой заливали каток, были столики и скамейки. Было полно ребятник, которые здесь гуляли. Сейчас дома больше 50 лет, и своего двора у него фактически нет. Как и у двух соседних 12 этажек. Это место заросло вековыми лопухами, а единственная лавочка превратилась в ночлежку, куда приходят спать люди с вокзалом. Выйти и негде присесть, негде даже. Вот сейчас стоим и пришлось на дом присесть. Ноги уже плохо действуют. Много лет назад на месте заросшей площадки был частный дом. Его давно снесли, а запахи от выгребной ямы до сих пор радуют прохожих и учеников, которые каждый день проходят мимо нее. Ведь двор и школа имеют общую территорию. Как рассказала нам директор, граница школьного участка проходит по черному забору. За этой тонкой полоской ухаживают ученики. А остальная зеленая зона перешла под контроль дирекции по благоустройству города и получила номер 11. За него отвечает Валентина Ивановна. Она нам сказала, говорит, я готова предоставить вам и лавочки, и детские площадки. Но куда ставить? То есть, вот там у нас живут бомжи, там свалка, здесь школа. Я просто предлагаю отгородить школьную территорию, а все остальное привести в порядок. На многочисленные письма председателя дома Веры Деевой администрация реагирует одинаково. Обещают решить вопрос в кратчайшие сроки. Однако годы идут, а ситуация не меняется. На этом проблемы дома не заканчиваются. В прошлом году здесь впервые за более чем 50 лет начали делать капитальный ремонт. Но под программу не попали пристройки. Это отдушина бывшего бомбоубежища, которое используют сейчас под магазины. А вот эта башня, это башня бывшей котельной бомбоубежища. И ремонтировать ее не хотят. Мы просим, чтобы ее демонтировали. За год она дала огромную трещину и крен. Жители дома боятся, что она в любой момент может рухнуть на голову про кожу. Они надеются, что администрация города прислушается к их проблемам. И такие простые и необходимые каждому вещи, как прогулки во дворе и личная безопасность, скоро станут доступны и им. Росстат сообщил о подорожании почти на 10% минимального набора продуктов питания в России за период с января по май. Рост составил более 4000 рублей и обусловлен увеличением стоимости овощной продукции. Какие еще изменения произошли в потребительской корзине и как это повлияет на прожиточный минимум, узнавал Валерий Седов. Потребительская корзина – это самое необходимое для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги. Здесь учитываются разные виды мяса, рыбы, яйца, хлеб, овощи, фрукты, чай и ряд других продуктов. Всего список включает в себя 33 наименования. Потребительская корзина очень сильно влияет на прожиточный минимум. Сейчас он в России в среднем составляет 9909 рублей. И как раз в мае, когда рост цен на потребительскую корзину начинал расти, мы спрашивали людей на улице, можно ли выжить на прожиточный минимум. И вот, что они нам ответили. Молодым семьям с детьми? Нет. 10 тысяч – это только на неделю хватит. Я как многодетный отец, не знаю, в принципе, не хватает, конечно. Я думаю, даже на неделю нельзя выжить. Теперь же цена на потребительскую корзину выросла на 4%, а с начала года и вовсе на 9%. А согласно статистике, стоимость минимального набора продуктов питания на месяц по России в конце мая в среднем составила 4036 рублей. Также в этот период самым значительным был рост цен на белокочанную капусту на 83%. Цена картофеля выросла до 37 рублей за килограмм. Стоимость лука поднялась до 39 рублей за килограмм. А морковь подорожала на 38 рублей за килограмм. Упали цены на огурцы – почти 106 рублей за килограмм. Незначительно изменилась цена гороха и фасоли, охлажденных кур, муки, пшена, свинины и сельди. Также подешевели и помидоры на целых 11%. При этом наблюдалось и снижение цен на крупяные изделия, такие как рис и гречневая крупа. Но волноваться не стоит. В этот период в России традиционно наблюдается нехватка собственной овощной продукции. С января ее постепенно начинают импортировать, что и сказывается на ценах. Эксперты полагают, что такая ситуация не будет продолжаться долго. В июле потребители смогут покупать продукцию свежего урожая по, соответственно, более низкой цене. Производители прогнозируют, что цены на овощи и вовсе могут упасть ниже их себестоимости. Сегодня в Рязани прошла пресс-конференция Федеральной службы судебных приставов. Подводя итоги работы за первое полугодие, одним из приоритетных направлений в работе стало взыскание алиментов. Эта проблема является одной из острых не только в Рязанской области, но и во всей стране. Судебные приставы задерживают должников даже в воздухе. В отпуск неплательщики не поедут. Внушительный список тех, кто не платит алименты, составил немалую цифру. За полгода около 8 тысяч исполнительных документов. Чтобы не платить, родители придумывают различные способы, как уклониться от алиментов. Отказываются от имущества, увольняются с работы и даже находятся в розыске. Последних 250 человек. В свою очередь судебные приставы меры наказания находят всем. Изымают бытовую технику за полгода на сумму более 2 миллионов рублей. Арестовывают транспортные средства. Таких случаев 9. А неработающих трудоустраивают. Более 250 человек получили направление в Центр занятости. На срок в полгода могут изъять права и не выпустить за границу. Анализ показал, что за отчетный период судебными приставами вынесено 485 постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы Российской Федерации на 87 миллионов рублей. При неисполнении должником алиментных обязательств судебными приставами в отношениях 3339 должников вынесено постановление об ограничении в пользовании специальным правом в части водительского удостоверения на сумму 614 миллионов рублей. Также увеличилось количество случаев, когда после развода родители не дают бывшему супругу общаться с ребенком. К сожалению, после развода родители никак не возьмут за правило, чтобы максимально создать комфортные условия ребенку. Тут или одна сторона, или другая просто начинают мстить и совершенно забывают о том, что ребенок становится разменной монетой. Таких дел на исполнение сегодня 29. И это немало. За каждой цифрой этого отчета отдельная семья и судьба отдельного ребенка. Лишают автомобили, не выпускают за границу и наказывают административно. Эти методы приходится применять судебным приставом, чтобы заставить заплатить папу или маму алименты собственным детям. Многие из рязанцев в этом году точно купались хотя бы один раз в день крещения в январе. Но вот хватило ли горожанам мужества открыть летний купальный сезон, это выяснила наша съемочная группа. Главное, с чем ассоциируется лето, это отпуск. Жаркие страны, приятный ветерок и теплая вода. Но в этом году с погодой нам не повезло. Один только холодный ветер может напрочь отбить желание искупаться. Тем не менее, в Рязани уже подготовлено несколько пляжей. С 1 июня на озере Ореховое, на реке Старица, в микрорайоне Солоча, в районе Лысой горы и санатория Старица, на Барковских карьерах номер 1, 2 и 3 официально открыты 6 муниципальных пляжей. Все объекты прошли предварительное техническое свидетельствование. Правда, есть одно важное напоминание. Купаться на любом пляже при температуре воды плюс 14 градусов и менее запрещено. Сейчас на улице плюс 18 градусов, а на Ореховом озере висит черный флаг. Это означает, что купание категорически запрещено. Правда, желающих это не останавливает. Холодновато. Холодно. Тепло, хорошее. Только сегодня пришли с другом. Как тебе вода? Теплая достаточно. Можно купаться. Не совсем, конечно, теплая, но нормально. Здесь постоянно нахожусь и купаюсь рано, и рано начинает загорать. Так что я здесь постоянно посетитель этого учреждения. Вода суперпросто. Все купаться. Все купаться. Когда купаться на озере будет разрешено, то на флагштоке появится зеленый, белый или желтый флаг. Сейчас на пляже Орехового озера немноголюдно. Пока что это зона для прогулок, но почти все с большой тоской в глазах смотрят в сторону воды. И хоть синоптики обещают теплый июль, когда жители города уже начнут купаться, неизвестно. Июнь выдался на редкость противоречивым. Прекрасную солнечную погоду сменяют дожди. И вода не успевает прогреться. И хоть купальный сезон открыли уже давно, смельчаки, которые решили покорить эту воду, нашлись только сейчас. Правда, я пока к ним присоединиться не готов. 26 июня во всем мире отметили день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Люди годами ищут ответ на вопрос, как справиться с наркоманией. Смертельным, хроническим, прогрессирующим и рецидивирующим заболеванием. Нельзя сказать, что сегодня бороться с зависимостью стало проще. Однако пути решения проблемы, наконец, найдены. Улыбки на лицах, в глазах светлое будущее. А еще недавно эти люди находились в серьезной проблеме. В день борьбы с наркоманией мы посетили Центр помощи зависимым Андрея Борисова. Это человек, который сейчас является психологом, сотрудником научного центра наркологии, автором книги о лечении алкоголизма и наркомании. Под названием «Выжил, чтобы рассказать». А когда-то он сам прошел через трудный путь и теперь помогает другим найти себя в жизни, обрести семью и работу. Мне нравится отношение людей, поддержка, дух единства. Нравится, что также я могу быть кому-то полезной. Когда у меня уже на сегодняшний день есть какой-то опыт, есть какие-то знания. И то, что ко мне кто-то более младший, не только по возрасту, а по срокам пребывания, обращается за помощью. Я вижу, что я помогаю этому человеку. Он заинтересован также в помощи моей. Кире в центре Андрея Борисова 4 месяца. Сейчас она не только работает над собой и помогает другим зависимым, но на досуге находит время для огорода, с радостью показывая урожай. Первый этап длится 6 месяцев. И весь он проходит в реабилитационном центре. Это закрытый стационар, где проходят терапевтические группы. Приезжают независимые специалисты, психологи и психиатры, если понадобится. За этот этап человек получает полный курс информации о своем заболевании, узнает, как болезнь именно у него проявляется. Плюс к этому за это время он проходит определенное количество часов консультаций личных с психологом. После этого сдает определенный переходный экзамен на следующий этап. Если все успешно, то он переходит на второй этап. Называется он социальная адаптация или ресоциализация. На втором этапе бывшие зависимые переезжают в город, где учатся с новым мышлением входить в тот социум, который совершенно не изменился, и плавно проверять приобретенные навыки при поддержке наставников. Оба этапа направлены на работу над несколькими сферами человека – био, психо, социо и духовной. Поэтому большое внимание в центре уделяется спорту, адаптации в социуме и расширению мировоззрения. Здесь мне нравится, мы постоянно занимаемся спортом, выходим на улицу, нас отпускают на речку, мы ходим в баню по выходным, смотрим кино. Раньше я не умел трезво развлекаться, как сейчас. Здесь я начинаю все это по-новому осознавать, ценить. Однако тем, кто еще не оказался в центре помощи Андрея Борисова, предстоит путь к пониманию своей проблемы. Иначе, говорят специалисты, выздоровление не начнется. Мы, как специалисты в этой области, конечно же, знаем, как уговорить пациента больного поехать на лечение, знаем, какие инструменты можно пользоваться, знаем, как рассказать родителям, чтобы они понимали, имели представление, что нужно сделать, чтобы замотивировать своего сына поехать на лечение. По статистике, люди, которые сумели преодолеть такую серьезную проблему, как алка или наркозависимость, занимают сильную позицию в обществе и с благодарностью вспоминают дни, проведенные в центре. Программа центра Андрея Борисова недавно была обновлена. И теперь в курортном поселке Солоча, на свежем воздухе, в комфортабельном коттедже, к новой жизни здесь идут люди, которые преодолели себя. Центр помощи Андрея Борисова, 510727. Далеко не для всех лето – это период отдыха. Выпускники всех вузов страны в эти дни защищают дипломные проекты. И Политехнический институт не стал исключением. Правда, в этом вузе процедура проходит довольно необычно. Как именно? Узнал Валерий Седов. Здравствуйте, уважаемые члены государственной комиссии. Представляю вам дипломный проект на тему праздника «Крыбка стадиона в городе Рязани». Для студентов Политехнического университета это вошло в привычку. Уже три года подряд они защищают дипломы не в стенах родного учебного заведения. Площадки самые разные – от библиотеки имени Горького до ЖБИ-3. По сравнению с предыдущим годом их количество выросло с шести до девяти. К тому же на каждой защите присутствуют не только члены экзаменационной комиссии, но и представители заводов, союзов и различных строительных фирм и предприятий. Приборный завод связывает с Политехническим институтом давние добрые отношения. Традиционно мы всегда оказывали помощь, и это на взаимной основе, когда и выпуск, и защита квалификационных работ, и каждодневное сотрудничество завода с нашими потенциальными поставщиками инженерных кадров. Сама подготовка студентов для защиты дипломного проекта вне стен родного вуза сильно отличается. Здесь не должно быть оговорок и огрехов, а эскизы проектов должны быть понятны всем. Но еще ни один студент не пожалел о таком испытании боем. Честно говоря, я полностью доволен тем, что я, какое образование я получил. Политехнический институт действительно мне очень много дал. Я знаю, ну он сформировал мой взгляд, и я знаю, в какую область мне теперь направится. 80% всех дипломных проектов строителей и архитекторов – это здания, которые могут быть построены в Рязани и области. Аэропорты, спортивные стадионы, дворцы бракосочетания, фантазий студентов нет предела. И за каждым проектом стоят долгие месяцы усердной работы. Большая работа была проделана на протяжении срока более полугода при выполнении дипломного проекта. На всех площадках, где проходила защита дипломных проектов, многим студентам уже предложили работу. Так что по окончанию университета они уже точно будут трудоустроены. Я уже много лет принимаю дипломы в Политехническом институте. И с каждым годом, я должен сказать, уровень защищающихся очень высокий. И он все с каждым годом растет и растет. И не только сегодня, но и в прошлом. Я очень часто давал свои визитки. По словам директора Политехнического университета Игоря Мурога, в сравнении с прошлым годом почти все темы дипломных работ стали разнообразней. А студенты подходят к защите очень необычно. Например, часть дипломов студенты защищали на иностранных языках. А две работы будут представлены на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Главная для нас задача какая, и для меня как руководителя, чтобы каждый выпускник Политеха был трудоустроен по специальности. И к этому мы идем. Политехнический университет не стоит на месте. Уже в этом году открываются новые направления – логистика и архитектурное проектирование. А со следующего в нем появится магистратура по специальностям архитектура и строительство. Мы не собираемся останавливаться на месте. Мы будем расти дальше, дальше расширяться. И перспективы у нас очень большие. Мы в будущее смотрим с оптимизмом и желанием работать и трудиться на благо Рязани, Рязанской области и России. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Телефон 99-24-06.